Всем привет, друзья! У нас сегодня уже четверг, 29 октября. Как вы все знаете, с вчерашнего дня у нас опять такой локальный карантин, можно сказать. Ну, я его так, по крайней мере, называю, потому что обязали носить маски везде, даже на улице, что я не совсем понимаю логики этого решения, как маска поможет на улице. Об этом можно говорить много всего, но просто без комментариев. У нас четверг, но хоть там где-то и поотменяли что-то, у меня ничего не отменяли. То есть у меня как было с начала сентября лабораторные работы в кампусе, в классах. То есть так оно и осталось. У меня лабораторные работы так и остались, и сейчас я на них еду. Возможно, завтра что-то поменяется, потому что там опять куча новостей, опять все мероприятия хотят отменить. Не знаю. Последний приказ ректора был, что все занятия удаленно, кроме лабораторных и практических для авиации. Не знаю. Мы посмотрим, что из этого будет. В общем, как Вера говорила, вчера так оно и есть. Едем на занятия. Будем смотреть, как будет все развиваться. Ну, наверное, больше всего мы будем опять сидеть дома. Для кого как, не знаю. Для нас в этом есть определенные плюсы, потому что можно побыть с ребенком дома, вместе, меньше ездить на работу. С другой стороны, конечно же, меньше работы, меньше платят. И это плохо. Хорошо, если будут вообще платить. Потому что может быть такое, что и скажут, идите там, как его, в простой все. Этого не хочется. Ну, да ладно. Кстати, заметили, какие в Литве длинные красные светофоры? Я с вами очень много говорил, и все это время я стоял на красном светофоре. Это, конечно, меня все время впечатляет. На светофоре можно все успеть. Можно покушать, позвонить куда-то. Не знаю, хочется проверить, написать, ничего. Все можно сделать, когда ты стоишь на красном светофоре. Всем большой привет! Мы вышли на прогулку. У нас все еще октябрь месяц, конец октября. Очень скоро полнолуние. И мы как-то стали ощущать его на себе последние месяцы. Но сейчас не об этом. Я хотела рассказать последние новости, скажем так, что у нас происходит. Не все, а то, что вспомним. В общем, первое, это то, что я захотела открыть себе и оформить индивидуальное предпринимательство. Почему? Потому что как-то у нас пару раз случались ситуации, когда вопрос вставал ребром. В том плане, что мне нужна была страховка, а я не застрахована в Литве. И как иностранный гражданин с временным видом нажительства права на нее не имею. И единственный путь, как это сделать, это зарегистрировать ИП и платить налоги и оплачивать себе в СОДРу ежемесячно какую-то сумму определенную. И тогда можно пользоваться благами, скажем так, страховой медицины. И мы увидели в этом преимущество. И поэтому буквально во вторник уже будет ясен ответ, прошла моя заявка или нет. И если все хорошо, то в среду будем заключать договор с семейным врачом. Саша с дочерью уже застрахованы, а я буду подписывать тоже договор. И вторая новость — это то, что уже скоро ноябрь месяц, и скоро будет год, как мы живем на этой квартире. Которую, как вы помните, мы очень долго искали. Можете посмотреть видео, как мы смотрели объявление. Ссылку мы оставим внизу. Ну, и из-за всего этого карантина, из-за того, что мы очень долго сидели дома, мы задумывались о том, чтобы, возможно, переехать в дом или найти другое жилье. Потому что для разнообразия или где будет более удобно с пандусом и так далее, и так далее. Но мы решили остаться, в общем. Это перевесило все наши желания на данный момент. Я не знаю, насколько мы останемся здесь, но решение такое. Поэтому мы сейчас уже радуемся и продолжаем наслаждаться этим жильем. Потому что квартира нас устраивает, район тоже хороший, нам есть где гулять. А для перемен время еще найдется, я думаю, и возможности тоже. Так что вот такие у нас последние новости. Что будет еще, расскажем обязательно. И оставайтесь с нами дальше. И так, сегодня мы едем на Toyota Corolla. Опа! Вот такой вот у нас автомобильчик. Заходим. Ах ты! Вот так вот. За два года меня ни разу Вилсатис не подводил. К сожалению, сегодня... Ой, за два года. За полтора года. К сожалению, сегодня эти полтора года закончили. Первый раз меня сегодня подвел Вилсатис. Что, к сожалению, очень и очень плохо. Потому что сегодня очень насыщенный день. Много куда нужно ездить. Я вам, конечно же, постараюсь показать то, что можно. То, что нельзя. Извините, не буду показывать. Поэтому взял сейчас... Хорошо, что и CTB. Недешево, сразу говорю. Это ни в коем случае не дешево. Это, я бы сказал, даже дорого. Но в крайних случаях, когда нужно, мы берем CTB. И раньше, когда были цены подешевле, я на них практически каждый день ездил. Это года два назад. А потом проще было купить свой автомобиль. Ну, а мы с вами приехали в Нау-Ямистис. Это такой район Вильнюса, кто не знает. В отдел миграции. С начала ноября отдел миграции находится по адресу Vitenio Gatwe 18. И мы идем его искать. Это где-то здесь. Походу, это вот то здание такое. Мы идем туда. Новый ВНЖ получил. Все хорошо. Все идеально. Линочки потеют. Все хорошо, доволен. Поэтому в следующих два года я еще буду жить в Литве. Надеюсь, что не только жить, но и работать. Вот как здесь. Прикольно сделано. Для скейтеров, там баскетболисты, там все остальное. Теннисный, настольный теннис. Корты большие, волейбол. А с той стороны зеленая, зеленая трава. Красиво. Газон, газон. Ой. Ждем светлое будущее. Вот это, кстати, очень прикольный домик. Прям такой замок. Интересный, такой красивый. Спасибо за субтитры Алексеюн. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok